всем привет с вами канал art money и сегодня у нас с вами обзор на такую вот солянку по-домашнему глав суп здесь 200 грамм без гмо только разогреть вот изначально покупая я думала что это на какую-то определенный определенную небольшую кастрюльку но оказ здесь только одна порция вот она так выглядит вот удалить упаковку удалить защитную фольгу поместить короче микроволновку и разогреть 5-6 минут продукт хранится при температуре минус 18 градусов в холодильнике не более суток то есть я покупала она хранилась в морозильной камере со всеми пельменями там магазине там подобное вот то есть ну он не хранится в тепле то есть всего собой больно никуда не возьмешь не в пояс никуда то есть это не знаю так вот чисто купил съел и давайте посмотрим состав ну давайте посмотрим с этой стороны а с этой стороны написано какие супы уже есть давайте их тоже посмотрим вот и также он у нас 12 декабря 2019 года до 12 сентября 2020 года давайте посмотрим какая же она внутри я честно говоря еще не даже не смотрела и даже не представляю что же там внутри находится вот коробка здесь пустая так давайте его так я положу здесь обычный такой стаканчик самый обыкновенный как вот бывает продают картофельное пюре сухое вот точно такой же ничего себе такого нету какое-то пятнышко видим наливали есть хвостик фольга сверху но написано у нас что там давайте почитаем удалить упаковку удалить фольгу и отправить микроволновку ну давайте удалим было не было мне даже интересно что же там такое да и как всегда мы с вами что делаем мы с вами проверяем наш товар выглядит так же как нарисован на упаковке или нет сейчас мы с вами это проверим здесь нарисована с половинка лимончика маслинки три штуки да там какие-то кусочки колбаски там зелень ну сметанка тоже на только что добавили я думаю не не буду сбалтывать не буду ладно вот сейчас мы с вами все это проверим что же у нас там внутри ощущение как будто и уже сбалтали до меня какая ведь грязная ну конечно там ничего не видно я думаю наверное я ее все-таки перелью в тарелку свою любимую и разогрею в тарелке мне кажется так будет лучше согласны согласны заодно мы сможем с вами посмотреть что же там находится слава богу не выплюхнулась но выглядит это вот так вот тут даже колбаса такая длинненькая картошечка ну давайте отправлю микроволновку кстати сколько у нас там на микроволновку надо отправить на на 6 минут ладно 5-6 минут отправлю на 6 минут посмотрим встречаемся с вами через 6 минут никуда не уходите так ну вот у нас немножечко и остыла и уже разогрелась грелась у меня пять минут и даже подогрела потому что она уже чуть ли заново не сварилась у меня так кстати вот ремонт я тут вижу есть колбаска длинненькая так маслинка даже половина маслины даже не целая так картошка так мелко довольно порубленная небольшими кускаем как мы обычно это делаем люби вернее делать да когда нам некогда кстати порция здесь довольно маленькая такая тарелка обычно не знаю мне кажется я побольше нарываю хотя 250 грамм надо было взвесить конечно ну ладно я думаю все хорошо с этим ну блин маслина всего половинка колбасы побольше картошки больше лимончик я не знаю это даже не четвертинка на вехать где он тут хотя да может быть нет не четвертинка это даже так петрушка ну не знаю петрушка огурец что ли что это такое ладно давайте будем пробовать картошки конечно побольше хотя не значит у нас по составу вода картофель лук вот я лук только не вижу а нет вот он лук вот он на краешке лежит огурцы соленые томатная томатная паста огурцы соленые а наверное вот вот огурец есть ура томатная паста колбаса конечно колбасу видно масло подсолнечное кстати очень много довольно мы по моему делаем поменьше добавляем так лимоны свежие хотя там вообще лимон маслины то вообще одна маслина так оливки даже оливки вот у меня нету маслина досталась оливки нету так так сцепляем соль сахарный песок даже ну сахарный песок сейчас мы проверим укроп петрушка лавровый лист лавровый лист мне тоже не достался укроп петрушка укропа по моему хотя не знаю чуть чуть может что то есть ну ладно короче мне оливка не досталось маслины есть оливки нету давайте будем пробовать положу я перевернуть и попробуем картошка не знаю настолько нежнейшие все это только положила все в рот нажала языком и картошка тут же исчезла такой впервые у меня на реально просто раз так знаете так язычком ее хлоп и разлетелась и нет картошки такой найти все нежное такое ароматное вкусное мне даже показалось какой-то момент как в столовой кто вот ел столовой я раньше ходила часто в столовой ела вот рассолник солянку ну покушать в столовой то чего вы не сможете приготовить дома ну или просто не хотите готовить лень все это долго муторно не хочется а соляночка или там рассольника например хочется и вот я ходила вот так вот покупала там была я помню недорогая такая но это было давно столовая недорогая и я туда ходила ела вот точно такой же вот вкус как в столовой в принципе и дом я тоже готовила ну почти наверное такой же вкус получается картошка прям исчезла ну к остался вот так давайте сейчас с лобосой попробуем еще раз но вкусно прям нежная такой нежный жевать не надо почти честно колбасу придется жевать колбаса почти тоже исчезла она как-то очень быстро улетела сбежал так немножечко пересоленый мне кажется такой вкусный но дом наверное если будете свой готовить конечно будет вкуснее вкусный такой можно его поесть но немножко честно говоря мало и немножечко пересоленый или что-то знаете так как химия что чуть-чуть добавлено но это магазинное так всегда в принципе так всегда было и будет но вкусно хочется поесть еще но если будете покупать берите сразу две упаковки потому что одна упаковка это что-то маловато буквально вот я с вами съела две ложечки смотрите уже меньше половины тарелки что там она вон осталось совсем немножко тут ни о чем совсем немножко он бульон такой как бы есть но ощущение что там как картофельное пюре такое не совсем жидкое как могло бы быть не знаю мне так показалось вот ну все очень мягкое все очень нежное такое видимо она варилась очень долго может быть еще то что у меня микроволновки но я пять минут подержала потому что чувство у меня уже там начинается все заново сейчас сварится наверное 5-6 минут это для тех микроволновок которые более старые которые греют еле-еле если у вас современные который там три года как минимум то наверное поменьше можно греть но я думаю можно согреть она же готовы уже этот суп в принципе его можно согреть столько сколько вы обычно греете то есть я не люблю горячий я люблю чуть тепленькая такое прохладненькая даже то есть ну принципе можно было минутку там обычно там 30-40 секунд я держу и все то есть ну так живы то есть мне смысла я думаю держать 5-6 минут если там уже все готово то есть это чисто просто разогреть вот то есть в принципе довольно вкусно мне понравилось может быть я кстати еще куплю а стоила цена стоила на 50 рублей то есть ну почти целая тарелка не знаю сколько там обычно граф тарелку вы наливаете стоит 50 рублей в принципе можно так иногда купить и попробовать также у нас здесь есть еще другие 18 разных супов давайте вам еще раз покажу а вы в комментариях напишите по цифркам вот они цифры есть как какой бы суп там уха или чего там вы бы хотели обзор вот цифру напишите каких цифру наберет больше или посмотрю если разные может быть в принципе можно было бы и суп и пюре здесь попробовать интересно какой он суп овощной викторианский вот смотрите наверное интересно что там находится присутствует вообще в нем суп лапша с фрикадельками какие фрикадельки какое мясо до гороховый китайский суп с лапшу интересно так солянка у нас что там солянка солянка точно так солянка суп грибной и сыром рассольник даже суп лапша короче тут всего щи там харчо борщ уха то есть принципе вот можете написать мне по номерам может быть даже каждый попробуем какой вы напишите может быть посмотрим как вы там напишите мне принципе там 50 рублей это дешево довольно и к тому же кстати это новинка то есть она появилась довольно недавно хотя морозилочки она у меня конечно лежит уже давно вот принципе на сегодня все мы с вами попробуем практически похож да не хватает здесь только половинки лимона и конечно обидно что маслина у меня даже половинка хотя кстати здесь нарисована целая маслина здесь целая и тут даже видно что она целая положили половинку то есть довольно ну как бы все равно опять же обманывает производитель это обидно ну зато колбасы много и она такая длинная картошки много петрушка не знаю ну вот она наверное петрушка укроп там чуть-чуть чего-то непонятно масло конечно побольше вот так мне кажется довольно многовато прям добавили мне кажется когда мы дома готовим мы добавляем меньше все таки принципе почти что он проходит подходит по виду ставим давайте так поставьте свои оценки подходит он по виду или нет 5 это подходит 1 не подходит 3 средняя вот подпишите что это у вас оценка они нумерации этих вот супов а то я подумаешь что-то все заказали троечку странно или пятерочка ладно всем спасибо за просмотр с вами был канал арт мания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии обязательно вот подписывайтесь тоже да обязательно мне будет приятно я ценю каждого подписчика вот так же если нужно подписаться и к вам и обязательно к вам подпишусь только напишите об этом вот так же смотрите наши другие ролики наши влоги как мы живем сыночком отдыхаем путешествуем гуляем вот скоро уже летом и начнем гулять также обзоры на другие продукты обзоры из фикс прайса победы светофоры стальных магазинов пятерочка магнит перекресток там все 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 вот так же обзоры на технику есть очень интересные обязательно смотрите и всем пока пока с вами был канал арт мания а